привет всем моим дорогим и любимым зрителям сегодня я хочу снимать новое видео по поводу пустых баночек которые у меня накопились еще с лета их у меня очень много буквально два мешка вот такой и вот такой огромный и для того чтобы у нас с вами получилось неразорванное видео я специально засекала таймер на 21 минуту потому что камера моя пишет 22 и если что-то я не успею показать в этом виде то естественно сниму уже следующее когда подкоплю еще очень скоро у меня выйдет замечательное видео по пустым баночкам почему замечательно потому что заканчивается сразу парочка замечательных великолепных там а тональных основ заканчивается моя самая лучшая самая любимая помада и я хочу чтобы вы обязательно его увидели это видео и обязательно воспользовались теми средствами которые я буду рассказывать ну а сегодня я не стала ждать и показываю вам начиная с зубных паст которых у меня накопилось довольно таки много затем будут лаки для ногтей кое-что из декоративной косметики ну и дальше уже крема а также биологически активные добавки витамины которые я тоже показываю стандартно в этом виде итак если вам интересно то оставайтесь со мной мы начинаем с вами разбирать и начинаем разбирать зубных паст недавно у одного блогера я увидела как она хвалит вот такую вот натуральную как написано зубную пасту биомет которая с кокосом дело в том что я была полностью не согласна что вот эта паста может кому-то понравиться потому что хоть и запах у нее кокосовый но у нее настолько противный настолько омерзительный вкус что знаете даже вот то что написано 99 процентов натуральных ингредиентов это не спасает кстати запах у нее не такой уж и приятный в общем я не могу посоветовать ее я очень рада что мои домашние помогли мне допить эту пасту потому что я и попробовала пользоваться буквально два раза и мне было настолько это все неприятно даже можно сказать что я не могу вам посоветовать ее несмотря на то что написано что и сделано в таиланде она по-моему протестирована в швейцарии что только про нее не написано но и запах и вкус просто просто бе в общем ужас в этот раз вообще с пастами мне не сильно повезло потому что я не могу сказать какие самые мои лучшие любимые вот лесной бальзам вот такой вот закончился я не пользуюсь у меня дома есть кому пользоваться лесным бальзамом но тоже с содиум и лаурез сульфат а я думаю что это не лучший вариант да вот пасты тем не менее кому-то нравится ну вот закончилась у нас и слава богу а также закончилась у меня вот такая вот зубная паста жемчужина сибири вот это вот штука неплохая вот эту вот можно еще брать она кстати без фтора без парабенов без эсэлэса синтетических красителей написано что длительная свежесть дыхания и действительно когда я только что купила эту пасту испробовала первый раз у меня был некий такой шок мне показалось что она настолько сильная какая-то что прямо вот жжет во рту но тем не менее потом приноровилась ей пользоваться у нее слава богу крышечка вот не отпала до последнего раза почему слава богу потому что сейчас я вам покажу свою зубную пасту которую я брала на протяжении долгого времени и которая меня уже начала разочаровывать именно из-за того что крышечки вот эти вот крышечки у organic people стали такие что или слишком трудно закрывается так туго да или же вообще не закрывается и вот получается что или ты слишком закрыл или вообще никак невозможно ну вот органическая сто процентов натуральная паста зум 3 white тоже довольно таки сильный вкус не знаю в общем принципе неплохая паста но то что она безопасно отбеливает и осветляет зубы на три тона я скажу что это не правда она вообще не осветляет и не отбеливает и я даже вот буду покупать себе после того как сделаю профессиональную чистку в очередной раз другую пасту которая возможно будет немножко отбеливать я вообще не фанат отбеливающих паст но иногда уже такая необходимость существует эти пасты вообще никак не помогают они никак не работают и смысла обманывать потребителей я не вижу не знаю почему этот смысл увидят продавцы а сейчас я вам покажу две пасты rox которые одна у меня без а вот такого вот тюбика потому что покупали мы ее в поездке в иркутске а вот это вот у меня одна коробочка потому что в иркутске как раз и закончилась вот такая вот паста у ребенка ну и оттуда пустые баночки я не везла что хочу сказать у меня ребенок очень любит зубные пасты rox одна вот была с барбери я забыла что это за ягодка ну вот какой то такой вот ягодкой а другая у меня со вкусом манго вот такая вот 2-6 лет это 3-7 обе пасты ребенку очень нравится я доверяю пастам rox мне нравится что они без содиума лауреусульфата и в принципе они более натуральные чем вот эти вот пасты лаколют ну все вот эти детские в общем все что содержит SLS вот эти вот пасты они не содержат я поэтому ребенку ее покупаю мы переходим с вами к декоративной косметике которая я хочу чтобы тоже вот в этом видео была показана обязательно ну вот начну вот нашла такой айболит помада увлажняющая за 23 рубля 70 копеек купила в аптеке вот посмотрите до самого последнего кусочка использовала и купила ребенку замечательная гигиеническая помада я собственно говоря без гигиенической помады не представляю своего дня я встаю утром крашусь гигиенической помадой на ночь крашусь и когда я куда-либо выбегаю из дома и днем и вот это у меня тоже мой новый бальзам кстати для губ сегодня без помады на работе с помадой была ну вот замечательная гигиеническая помада кстати что могу сказать это то что зачастую гигиенические помады даже детские содержат у нас всякие нефтепродукты мы видим что на первом просто на первой позиции петролиум а здесь у нас масло вазелиновое воск пчелиный мне кстати с воском очень нравится гигиенические помады они классно не только увлажняют но и защищают губы они сохраняют структуру губ ну в общем вот это вот мне очень понравилось затем масло подсолнечное касторовое жиры кондитерские воск парафин масло какао аналин циризин витамин а витамин е все как бы понравился мне этот состав и я бы еще наверное такую купила сделано на погосту а также выбрасывала такую вот тушь от мэйбелин почему выбрасываю она у меня еще не закончилась хорошо красит глазки вот сегодня я и накрашена и собственно в последнее время вообще не тянулась рука ни к чему другому просто потому что прошло уже как минимум три месяца и я решила что пора бы обновить сегодня купила новую в точности такую же это моя самая любимая тушь которая черная не водостойка здесь 10 граммов и максимум конечно я оставляла тушь полгода но теперь вот сегодня взяла новую ну и решила от этой избавиться у нее великолепная кисточка удобно прокрашивает она что верхние реснички очень удобно красит что нижние в общем как раз то что то что нужно обожаю эту тушь она не вызывает у меня аллергии но закончилась и выбрасываю не закончилась но уже здесь у меня обновление закончилась до конца вот такая вот кабаре премьер коричневая я хочу сказать что ей я красила брови я вам уже рассказывала что очень удобно и замечательно вот так вот бровки подкрашивать прямо тушью и я это делаю у меня брови свои я считаю что хорошей формы идеальная для меня мне нравится и я укладывала вот такой вот тушью купила уже новую поэтому вот эту выбрасываю тоже классная тушь кстати на глаза мне кабаре разонравилась потому что опять нравится теперь мэйбеллин ну и нравится мне диоровская тушь которую я тоже в ближайшее время собираюсь купить я вам сейчас покажу много лаков от которых я решила избавиться первый это вот такой вот i love trends от essence который я купила недавно у меня уже есть видео про лаки essence этот мне очень сильно портил ногти сушил их мне он из-за этого не нравился он годен кстати до сентября 18 года но я его решила выбрасывать потому что он мне портил ногтевую пластину что вы мне не говорили сейчас любители лаков essence и у меня таких любителей на канале собралось в прошлом видео немало которые говорили что лаки замечательные что вот у них там по 50 лаков от essence ничего не портится ну девчонки я хочу сказать что я за вас очень рада но это мой канал мое мнение мне эти лаки не подходит поэтому я с удовольствием от этого вот избавлюсь dance legend вот этот вот мне вообще я его купила из-за того он кстати был без красного а просто вот такой прозрачный я его взяла потому что очень уж красивые у него такие тут золотиночки но дело в том что когда мы пользуемся кисточкой достаем а там все эти золотиночки там и здесь только мелкий блеск чтобы я не делала я уже тут и красного лака добавила и все равно ничего хорошего не происходит это отвратительный лак который я вообще никому не советую вот такой вот dance legend с такой крышечкой что я в него не мешала что попало я его выбрасываю затем вот такой вот я взяла алмазное укрепляющее средство lady rose взяла я его за наверное рублей 300 350 в риф гош что-то в этом роде и кстати мне консультант сказала что от его намного лучше укрепление у меня кстати сейчас вот укрепление его мозаик и выглядит симпатично да и действительно работает от него ногти укрепляются растут довольно таки здорово от этого они только слоятся мне вообще вот это алмазное укрепляющее средство не понравилось я его с удовольствием выбрасываю также я выбрасываю такой вот 60 seconds от риммель именно какой тут тон у меня тон 730 silver bullet bullet вот такой вот дело в том что вместо перламутра вот такого вот да немного старомодного но тем не менее весьма классического он давал какие-то полосы он делал ногти некрасивыми мне он абсолютно не нравился и я решила от него избавиться также вот этот вот салон про от риммель желтый я кстати пыталась уже и оранжевые из него сделать но он даже не размешивался нормально этот лак мне совершенно не понравился кстати я слышала у девчонок блогеров что лаки тестируют по желтым потому что желтый это самый опасный такой и самый сложный в нанесении цвет мне вот этот вот цвет желтый совсем не нравился оранжевый не получился он полосил он не красиво выглядел поэтому выбрасываю без всякого зрения совести и без стеснения а также я выбрасываю вот такой вот бондер от орли мне он раньше очень нравился это резина резиной воняет ужасной резиной но тем не менее на нем хорошо лак держался сейчас он у меня уже срок годности закончился и когда я него нанесла на нем уже вообще ничего не держалось но в начале когда вот был хороший срок годности вот этот бондер я использовала но сейчас я вообще стараюсь не мучить ногти какими-то такими супер средствами и я стараюсь и уберечь побольше укреплять и пользоваться только лаками которые их не портят в общем выбрасываю и выбрасываю вот такую вот отвратительнейшую сушку от ифраше это у нас лак сушка которая содержит как говорят алоэ вера и должна и сушить и все хорошо закреплять она ничего этого не делала я кстати ее вообще не распробовала сейчас уже срок годности закончился и вообще от ифраше мне очень мало что нравится но вот это вот я с удовольствием выбрасываю а то у меня уже там в коробочке мало места и я не хочу это хранить у себя теперь я вам покажу то что я тоже выбрасываю практически полное вот такой вот африканский баттер шоколадный микс для массажа от планета органика говорят что он легкую текстуру имеет шоколадного мусса но дело в том что текстура у него не легкая довольно таки жирная да у него великолепный запах кофе но вот этот запах кофе я могла бы терпеть кофе какао шоколад все понюхаешь ой прекрасно скушать хочется да такую банку но дело в том что он настолько жирный что чем бы вы не вытирались потом он все равно будет оставлять следы и он не надоел что он стоит место занимает я его решила выбросить также как я решила выбросить еще одно средство это такой хани барри микс тоже от планета органика это медовый микс для массажа он тоже очень жирный он очень тягучий он очень плохо стирается и даже для ног мне его использовать не хочется потому что я сейчас купила себе великолепный крем для ног но этот все равно стоит отдавать его тоже никому не буду потому как если я себе не советую то кому я еще могу посоветовать в общем недовольна еще закончилась у меня вот такая вот краска от съез которая именно лак открыла и напылила mixing colors здесь я взяла стойкий цвет черничный коктейль номер 141 он сейчас на мне я им буквально недельку назад красилась дело в том что вот эта краска смывалась наверное еще три раза после того как я покрасилась хотя смывать ее нужно шампунем и я с удовольствием это сделала я вообще люблю краски которые шампунью снимаются они не просто так но дело в том что еще потом три раза наверное был такой привкус вот этого вот этой краски и во рту он был и она довольно таки жгала здесь что-то два мешать с третьим никаких особых переливов я не вижу вы знаете черный да и черный но в принципе черничный оттенок может быть до первого мытья держался ну а так мне кстати вот прошлое съез краска понравилась намного больше поэтому я не знаю даже буду ли я ее повторять вот я не люблю краски которые потом еще смываются и пачкают эти полотенца ну в общем я не особо осталась ей довольна также я не особо довольна осталась и знаете вот такие вот есть у меня витаминки леди с формула больше чем поливитамины во-первых я вам их уже показывала как-то в них очень большая концентрация витаминов и я пью их в половинной дозе то есть нужно по две таблетки а я пью по одному но в принципе особого эффекта если честно от них я не вижу ногти не улучшились кожа не улучшилась волосы тоже в общем в этот раз мне как-то вот они не то не все есть у меня еще другие там кожа волосы и ногти возможно еще после этого буду пропивать или что-то другое но вот прошлые которые я показывала где-то в одних из прошлых баночек пустых мне нравились больше вот такие вот витамишки у ребенка закончились теперь мы начали пить по две таблетки по две пастилки потому как нам уже почти семь поэтому вот мы для семилеток уже пьем эти с йодом и холином сейчас мы купили с другим вкусом и с другим составом вот они видите неполные витамины здесь неполный состав здесь все время нужно что-то варьировать кстати здесь нету кальция но есть витамин D3 поэтому кальций я взяла ей не комедовский с апельсиновым вкусом вкус ей не нравится но вот эти вот медведи мы в принципе частенько берем весной попробую что-нибудь наверное другое ну а пока вот витамишки в принципе ребенку нравится и самое главное еще я вам покажу то что я беру всегда и то что мне нравится всегда от чего я в полнейшем восторге это вот такие вот шампуньки и бальзамы от баньки Агафьи ну как обычно мой любимый специальный шампунь активатор роста волос мы пользуемся вместе с ребенком я уже рассказывала вам такую историю что после того как у нее от принцессы начали выпадать волосы причем выпадать очень сильно я посмотрела состав там состав абсолютно ужасающий и посмотрите если мне не верите как сделаны шампуньки принцесса я начала ее мыть вот такой вот банькой Агафьей которая содержит довольно таки много веществ натурального происхождения у этих шампуней нормальный состав может быть он не 100% натуральный но он нормальный я не вижу тут никаких проблем и вот такой вот специальный шампунь активатор роста мы пользуемся им также мне безумно нравится вот такой вот специальный бальзам активатор роста волос и мой самый любимый самый жирный вот такой вот восстанавливающий экспресс маска для волос которую я пользую и сама особенно после того как покрасила волосы мне нужно хорошо выглядеть и вот такая вот тут масла и клюквы и чего только нету мне нравится вот это средство я в принципе считаю что это одно из самых лучших средств тут нету СЛС и парабенов поэтому я ему доверяю у него приятный запах и вообще у всех этих средств очень приятные запахи я вам хочу сказать что волосы даже вот такие вот длинные волосы расчесываются очень хорошо и ну я не вижу смысла покупать во-первых дорогие шампуни и бальзамы, да, маски во-вторых я не вижу смысла покупать химические шампуни бальзамы, маски я не вижу смысла привозить откуда-то из-за границы если у меня есть то здесь что отлично работает будет